Проекты нужны такие, чтобы их можно было как можно быстрее внедрить в производство. При Байкале с этим проблем нет, ведь на базе крупнейшего вуза при Байкале уже пятый год подряд реализуется грантовая программа лаборатория энергетики. Сегодня начался финальный этап защиты, все подробности узнаете далее. Команда Дениса Семикашина потратила больше месяца на производство экскаватора, который должен безошибочно определять разницу между массой заявленного и отправляемого по железной дороге угля. Это позволит избежать пере- или недозагруженности вагонов. Сложность найти подходящий датчик. Мы как раз таки нашли, определились, что мы установим этот датчик. Он будет показывать наименьшие погрешности массу угля. Это один из 50 проектов, которые будут рассматривать в финальном этапе программы лаборатория энергетики. Проект уже пятый год реализует компания «Н-Плюс». На базе Иркутского научно-исследовательского технического университета. Поиск высокотехнологичных и инновационных решений – одна из ключевых задач для энергохолдинга, которую определил основатель компании Олег Дерипаско. Сегодня первый день, когда студенты защищают свои проекты. Те ребята, те команды, кто пытается найти решение, они должны понимать, что, в общем-то, от реальной жизни это мало чем будет отличаться. То, что вы делаете в командах в УЗИ, вам и так и придется работать в компании. Конечно же, мы всегда ждем это событие, когда выходит финал. Но еще больше мы ждем начала этого проекта, когда непосредственно наши ребята, наши наставники ищут, предлагают, тестируют различные решения. Новаторские идеи, которые помогают решать реальные производственные задачи, поддерживаются грантами. В этом году лучшие проекты могут получить рекордные суммы по 400 тысяч рублей. При этом наиболее прогрессивные кейсы внедряются на предприятиях энергохолдинга. Вот и проект команды Дениса Семикашина будет воплощен в жизнь. Данная перегруза определяется только через 25 километров на контрольных весах. И получается нам приходится, чтобы исключить этот перегруз, обратно ввести все вагоны и там дозировать. Ежедневно мы загружаем порядка по 150-200 полувагонов. Можете сами посчитать, сколько лишних операций нам приходится делать. И решение данного кейса позволит нам полностью исключить данную проблему и позволит эффективно использовать данные наши ресурсы. Большое спасибо руководству, компании, что именно акцентирует внимание на такой научной деятельности. Поведители пятой акселерационной программы лаборатория энергетики определят уже в этот четверг, 8 декабря. И сразу начнется подготовка к новому этапу, который наверняка преподнесет еще немало ярких проектов. Олег Федоров, Владимир Пинаев, новости по будням.